Всем привет, с вами Серёга Отвёртка. Сегодня мне пришла такая вот посылочка. Здесь у нас должен быть довольно-таки мощный смартфон из Китая. Что ж, давайте его распакуем и протестируем. Вот такая вот упаковочка. Телефон от марки OUKITL. Надеюсь, я правильно прочитал. Распаковываем мы это всё дело. Вот такой-то у нас смартфон. Так, давайте-ка снимем плёночку и попробуем его запустить. Так, смартфон у нас запускается. Пока давайте посмотрим, что у нас в комплекте тут есть. Здесь у нас имеется такая штука для извлечения сим-карты. Я не помню, как она там называется-то точно. Так, тут у нас, скорее всего, какая-нибудь инструкция будет, да? Да, здесь у нас идёт только инструкция и, в принципе, всё. В комплекте у нас также имеется защитная плёнка, салфетка, зарядка. Зарядка идёт стандартная, европейская. Это тоже хорошо. Так, USB кабель. Тут всё понятно. И вот здесь, надеюсь, нормальные наушнички. Ага, тут у нас не наушники, к сожалению, а вот такой вот небольшой переходник. Вот, собственно, вся его комплектация. Теперь давайте непосредственно уже приступим к самому смартфону. Мне его прислали с вот таким вот защитным чехлом силиконовым. Всё это элементарно снимается. И вот эту вот плёночку мы тоже отклеиваем. Что можно сказать по первым ощущениям? Задняя поверхность гладкая, в руке полностью помещается, в отличие от моего старого смартфона DOOGEE. Хотя по размеру они, по-моему, практически одинаковые. Ну, в принципе, да. Но вот этот телефон намного мощнее, потому что у нас здесь имеется память на 32 гига и оперативка на 3 гига. Мне кажется, для смартфона это вообще замечательно. Так, ну, собственно, давай посмотрим, что ты у нас тут себе представляешь. Так, зайдём в настроечки. Здесь у нас имеется Android 6.0, внутренняя память 32 гига и оперативка 3 гига. Так, ну и камера у нас здесь задняя 16 и передняя 8 мегапикселей. Ещё имеется штука по распознаванию отпечатков пальцев. Я эту штуку пока не юзал. Надо будет с ней разобраться, посмотреть, что она вообще из себя представляет. В принципе, от предыдущих версий Android, на первый взгляд, он как-то не особо отличается. Ну, есть только меню. Установил, короче, я сюда игрулю, немного потестил. Так, давайте что-нибудь запустим. Не знаю, что. Давайте вот асфальт 8. В принципе, тянет нормально и даже не лагает. Я его немного потестил, и уже можно сделать какие-то определённые выводы. Минус этого смартфона то, что он очень сильно греется. Я его пока подзаряжал, думал, на нём вообще готовить можно будет. Но даже при таком нагреве он нормально функционирует. Ещё бы к минусам я отнёс один слот под сим-карту. И сюда мы можем вставить либо две симки, либо симку и микро-SD-карту. Хотелось бы, конечно, чтобы ещё было отдельное место под SD-карту и две симки. Но это чисто моё мнение. Ну а плюсами этого смартфона является оперативка, которая здесь на целых 3 гига. Также внутренняя память на 32 гига. И очень хорошая задняя фронтальная камера. Емкость аккумулятора здесь на 6000 мАч. Вот такой у нас был телефон Oukitel 6000 Pro. Ссылочка на него будет в описании, так что, если он вам приглянулся, можете зайти и приобрести себе. Я взял себе этот телефон за место старого DOOGY 100+. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серёга Отвёртка. Всем пока!